Театральная жизнь Республики ознаменовалась важным событием. Артисты из разных городов России и ближнего зарубежья приехали в Чебоксары на особенный фестиваль. Одинаковыми быть не обязательно. Четвертый год подряд он знакомит особенных зрителей с лучшими адресными театральными постановками. О том, что запланировано на ближайшие дни, расскажет директор Чувашского государственного театра «Кукол», руководитель фестиваля Елизавета Абрамова. Елизавета Арьевна, расскажите, какие задачи ставит перед собой фестиваль? Мы, прежде всего, перед собой поставили задачу, как правильно профессиональному театральному искусству подойти к обслуживанию особенного зрителя. Даже сам термин «особенный» возник благодаря нашим партнерским отношениям с нашими коллегами, прежде всего зарубежными, которые подсказали нам не называть своими именами инвалид или человек с ограниченными возможностями здоровья. Потому что само название уже ограничивает их возможности. Вот эта задача, чтобы ребенок был из семьи, который только его окружает в этой маленькой жизни, понял, что он точно такой же, как все остальные, и все права имеет на то, чтобы быть вместе с нами в наших прекрасных залах, в театрах, в ДК, или просто вообще в том обществе, в котором обычные здоровые дети бывают, чтобы он развивался вместе с ними. Вот это такая сверхзадача, которая перед нами стояла. А уже сам инструмент нашего профессионального театрального искусства, если можно так назвать, это помощь. Это как бы такое очень хорошее средство для того, чтобы мы этого ребенка быстрее приобщили к обычному обществу. Вот это такая цель, которая перед нами стояла вначале. Скажите, кто является участниками этого фестиваля и зрителем? В 2013 году, когда мы в первый раз собрали фестиваль на Чувашской земле, на территории нашего театра, это были наши друзья, с которыми мы... Это театры, кукольные театры, театры кукол государственные, с которыми мы на протяжении многих лет встречались на различных родах фестивалях. У нас с 2005 года по 2012 наш театр организовывал фестиваль «Карусель сказок» гастрольный. Мы ездили по кругу друг к другу, по городам Поволжья. Это Татарстан, Марийская, Мордовская, Удмуртская республики. То есть все государственные театры были в это вовлечены. Поэтому у нас уже о том, что кто будет нашим партнером и другом, вопрос не стоял. Естественно, они же и были первыми участниками. У каждого из этих театров есть компактные маленькие спектакли, которые могут показываться не только в условиях стационара, но и на выезде. В любое пространство. В пространство квартиры лежачего ребенка, в пространство больницы, холла, в пространство революционного центра. В любое, в том числе. Они в репертуаре остаются, эти спектакли. Они есть, но мы их адаптируем. А потом мы уже понимаем, что для наших особенных детей нужны и особенные спектакли, мы уже сами стали придумывать, что же мы можем им показать. Появились спектакли для слабослышащих, для слабовидящих. Нынче, в этом году, мы специально создаем спектакль для детей, страдающих синдромом РДА. Это аутизм. Вот видите, уже мы сами себя развиваем. То есть мы изначально и не знали, в правильном ли мы направлении идем, как профессионалы. Но то, что мы идем в правильном направлении, как люди, мы это понимали. И вот человеческая составляющая, она как раз и явилась вот таким начальным стартовым моментом. То есть можно сказать, что вы превзошли все ожидания по организации этого фестиваля. Вы же, ваш театр является инициатором фестиваля. Ну да, потому что, почему быть скромным в этом вопросе? Мы просто, может быть, посмелее в этом деле были. Может быть, мы просто побольше изучили. Поэтому мы собираем фестиваль международный для того, чтобы собрать и найти тех людей, которые могут нас научить. И такие люди находятся. Вот наши партнеры из Франции, в частности, тот спектакль, который сейчас создается, «Сколько цветов в радуге для детей-аутистов». Вот здесь как раз лежит афиша этого спектакля с программкой. Он только сейчас создается французским режиссером. Там уже на протяжении пяти десятков лет существует инклюзивное образование. И Мишель Розенман, который ставит этот спектакль, он же и актер такого маленького компактного театра «Икс-зэт-арт». Они ездят по школам, и в каждой классе есть особенный ребенок. Там только учитель, ну, как у нас говорят, классный руководитель, предупреждают каждую группу, которая работает с этим классом, что у нас есть такой ребенок, у него есть такие особенности. Он может быть ДЦП, он может быть аутист. Предупреждают, какие особенности этого ребенка. И каждый актер, который играет в спектакль, он готовится к тому, что будет определенная, может быть, не совсем адекватная реакция. Но дети, которые учатся с этим ребенком, они уже привыкли видеть его в своем обществе. Скажите, а вот как особенный ребенок реагирует на такие спектакли, которые адаптированы именно под его болезнь? Да, собственно говоря, так же, как и обычный реагирует. Это обычные дети, которые радуются тому добру, который происходит в сказке, который им показывается. Они переживают за то зло, которое герои разыгрывают на сцене. Точно так же. Но если они могут видеть это гораздо реже, чем обычный ребенок, вы представляете, с какими глазами они все это нам демонстрируют? Это горящие глаза. Это невозможно просто абсолютно пройти мимо такого. И когда занимаешься этой работой, а это же не основная работа театра, она как бы дополнительная, но она становится такой важной, что она тоже становится основной. И уже задача просто постановки в спектакле превращается в задачу этого ребенка вывести, дать ему эту сказку, потому что реакция его настолько сильна. И воздействие профессионального искусства настолько сильно, что никуда не денешься, а ребенок верит в эту сказку. Что там у него в головке его щелкнет? В какой момент? Что он в этой драматургии или в этом действии найдет такого для себя, что начинает его развивать? Социализировать, как сейчас говорят. Чем вы удивите на фестивале особенных зрителей? Какие, может быть, постановки новые будут? Да. Вы знаете, формат данного фестиваля – это образовательный формат. Он так и называется – фестиваль-форум образовательного характера. Мы приглашали на фестивале специалистов, которые могли бы нам что-то показать, но в основном мы варили в собственном соку. Мы своих драматургов приглашали, предлагали им тему, которую они могут дать особенную для наших спектаклей, для постановок. Но сейчас уже более профессиональный подход, и мы приглашаем на наш форум образовательный двух, наиболее двух. Там их будет шесть человек, но наиболее два таких новых имени. Это Дина Давлетшина будет говорить о особенной драматургии. Какая она должна быть? А драматургия для театра – это основа основ. Должно с этого начинать. Когда есть история, которую можно рассказать, она и воздействует. Наша задача – это облечь в действие и ребенку донести зрительно еще, и звуково для того, чтобы он воспринял. Донецкий театр в этом фестивале тоже в этом году принимает участие. Его приезд символичен? Конечно. Вот мы здесь сыграли на том, что у нас особенный фестиваль. Пусть он особенный будет и в этом, потому что принять Донецкую республику героическую, ну, я считаю, что это такой гражданский долг каждого коллектива, у которого есть возможность такая принять их. И я считаю, что их творчество не угасло. Они там работают, несмотря на трудности. И нам очень захотелось на наш особенный фестиваль принять совершенно как бы обычный академический театр. Но особенность заключается в том, что вот они сейчас в данный момент уже отзвонились, что пересекли границу, и мы их показываем, их выездной спектакль, который они тоже возят по онкобольницам. Они тоже такую миссию на себя взяли. Спектакль «Цветное молоко» компактный. И я хочу сказать, что, конечно, естественно, мы их очень хорошо встретим, но и город Новочебоксарск примет их как акцию на ВДК «Химик» 18 октября. Они покажут два спектакля, и весь сбор от этого спектакля будет передан Донецкому театру. Елизавета Арьевна, скажите, с кем вы сотрудничаете? Первый и самый главный помощник, партнер и соучредитель нашего фестиваля – это союз «Женщин-чуваши». Мы, театр «Кукол», в партнерстве с ними очень давно, и масса грантов различного уровня, и Министерство культуры Российской Федерации, это федеральные гранты, и в большей степени гранты некоммерческих организаций, гранты НКО под патронажем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы провели семь уже грантов. Они все под названием «Терапия и театральным искусством». Вот здесь даже представлено несколько таких подтверждений. Брошюры выпускаем, естественно, акции проводим, и огромную работу проводим с особенным зрителем. Скажите, а во что может вырасти этот фестиваль? Как вы его видите, например, через 10, 20, 30 лет? На настоящий момент, поскольку мы в начале пути, мы видим три момента. Я опять же говорю о том, что может профессиональное театральное искусство дать особенным зрителям. Это есть постановки с участием особенных детей, людей, взрослых. Есть постановки для особенных. Есть постановки про особенных. Вот эти три темы мы будем, начнем вот именно этим фестивалем обсуждать. Потому что как правильно их ставить, какая драматургия должна быть, это мы должны все научиться делать профессионально, раз мы профессиональный театр. Елизавета Арьевна, спасибо вам большое за емкие ответы. Я напоминаю, что фестиваль для особенных зрителей продлится с 16 до 19 октября. Возможно, эти четыре дня сделают нашу жизнь чуточку лучше. Ведь фестиваль объединяет людей для того, чтобы вместе учиться творить добро. Делать счастливыми особенных зрителей, открывать им огромный мир, наполненный любовью, вниманием и пониманием. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!